И так бы, вот правда, до 50, а может, и до конца жизни были бы одиноки. Безусловно, безусловно. Но вот этот механизм, на самом деле, он такого физиологического происхождения. То есть вот у нас, у тела есть такая задача, нам нужно размножиться. Размножиться. Это так смешно звучит, правда. И наполнить Землю, да, ну вот вы помните, да. И тело наше, оно создано для того, чтобы мы смогли эту задачу осуществить. Поэтому, когда что-то происходит, что оно вписывается в эту задачу, организм включит, вот, ура, наконец-то это произошло, вот мы нашли объект, который может помочь нам размножиться. И тело вознаграждает вот этим феерическим чувством влюблённости, когда начинается флирт, там какие-то взгляды, вздохи, записки. Ах, что ты думаешь обо мне? В общем, всё такое. Вот это вот всё, каждое движение, оно порождает новую волну этого гормона. Вот, и мы такие все вообще вот влюблённые, такие все влюблённые. Вот, и на самом деле это очень прекрасное чувство. Ну и даже есть люди, которые зависимы от этого прекрасного чувства. Вот, если они не чувствуют себя влюблённым, то они считают, что что-то не то вообще в жизни, что нужно всё время быть влюблённым. Вот, ну часто это как такие любвеобильные натуры, которые ничто не может удержать. Им нужно чувствовать вот этот полёт, вот восторг и так далее. Ну и что провоцирует? Вот всякая таинственность, да, вот таинственность в другом человеке. Вот она молчит, например, ничего не говорит. И всякая вот такая погоня, вот завладеть, да, вот, ну, обратить на себя внимание. Вот так вот, может быть, какое-то сопротивление, завоевать страну ради неё. Или там луну достать. Вот все вот такие вот вещи, они ещё больше продуцируют вот это вот действие этого гормона. Так что теперь всё это показано, доказано, измерено. Вот, вот благодаря этому механизму мы, в общем-то, преодолеваем свою рациональность и нежелание ничего делать, да, оттолкаемся вот к этому человеку, что да, я вот хочу с тобой быть, а я там тебя люблю и так далее. Вот все вот эти вот письма Татьяны я к вам пишу. Ну, хорошо, вот этот гормон дофамин сделал своё дело, пара вместе, под венцом, всё, погнали. Ну, подождите, под венцом ещё рано, ещё только вот, да, ещё рано. А я думала обычно так, ну, следуя логике, что либо под дофамином выходишь замуж, либо никак. Ну, это да, но вот к этому ещё присоединяется ещё один гормон, он такой немножко сложный, да, он называется фенилэтиламин. Ой, извините, фенилэтиламин. Сегодня у одной меня проблемы. Так, что это за гормон? Фенилэтиламин, значит, да, он нескосоставный, да, и это тот гормон, который отличает завлечение, то есть не только она восхищает меня, и как только она появляется, я просто свечусь в МРТ, да, но мне хочется быть рядом с этим человеком. Вот, он обеспечивает такие навязчивые мысли, когда вот только о ней я могу думать, я засыпаю или о нём, давайте про него говорить. Только о нём я думаю, засыпаю я только в мыслях о том, как он прекрасен, и просыпаюсь с мыслями, как он чудесен. В каждой фигуре в метро мне мнится, что это он самый и есть. Вот, ну, вот ещё один такой мощный, мощное такое воздействие. И этот гормон, он наиболее ярко, его можно заметить при первой встрече, вот когда вот они встретились, первое свидание, да, вот тут вообще всё зашкаливает. Вот, а потом, по мере того, как люди начинают встречаться, вот, то как бы он начинает немножко падать, потому что его желание – это чтобы встретились люди. Ну, то есть у каждого гормона, видимо, своя функция. Первый гормон – отключить мозг, второго – обеспечить встречу. Я думаю, есть какой-то третий ещё, который отвечает, там, я не знаю, непосредственно за продолжение рода или что-то такое. Ну, вот этот отвечает за влечение, за продолжение рода. Мозг выключили, встретились, всё, да? Да, вот встретились, да, вот главное – свести их вместе, чтобы было… И вот эти вот два гормона, они отвечают за первую часть такого ощущения, вот, такого необыкновенного ощущения любви. Вот, ну, у них есть один неприятный момент, они просто, как бы, вот, непродолжительно действуют. В действии вот этих двух гормонов, они, как бы, когда это тот же самый человек, особенно дофамин, уже нет никакой таинственности. Всё таинственное уже было разрешено. После 10 лет брака точно, да. Да, можно даже раньше, вот. Уже догонять ничего не надо, то есть уже всё догнал и победил, да, вот, всё. Так вот почему мужчин вот это, да, завоевал, и всё, и можно лечь на зимуан. Да, да, и вот спустя, ну, у мужчин особенно после того, как всё-таки произошла первая встреча, первый секс, да, у них вот это вот… Ну, уже догонять ничего не надо, и у них с дофамином становится проблема, да, ну, вот. Но романтические чувства, они могут, как бы, вот, всё-таки продолжать длить вот это вот влечение первые медовые месяцы, но вот учёные оценивают это вот действие первых двух гормонов от полутора до трёх лет, а то всё равно заканчивается. То есть первые вот такие вот всплески эмоций. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ, сердце такой же орган, как и иные, и под властьем приказу слышим. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. «Формула семьи» продолжает говорить сегодня о счастье, счастливы вместе, вот так звучит наша тема. Мы сегодня говорим о гормонах, вот сейчас, не знаю, о чём будем дальше, для меня это тоже загадка, но, по крайней мере, сейчас мы говорим о гормонах, которые отвечают за процессы... Ощущение счастья. То есть в разные возрастные периоды. В разное время отношения. То есть вот действие этих двух гормонов приблизительно длится от полутора до трёх лет. Ну вот три года так вот. А вот, кстати, про возраст. Нет разницы, это молодая пара или это уже... Нет разницы, это возраст отношений, скажем. Понятно. То есть если люди встретились в 40, у них всё равно вот этот конфетно-букетный, образно говоря, период из дофамина и вот этого второго, который... Примелотиламин. Да-да-да. Всё равно будет. Да-да, будет. Даже если вы встретились в 74 года, вы юные пенсионеры, то будет всё то же самое. Сейчас и юные, ладно. Вот. Поэтому... Ну вот такая динамика. Ну вот просто вопрос, что делать с этой информацией? Ну вот большинство рассуждает так. Ну мне нравится это ощущение счастья. Правда же здорово. Конфетно-букетный период, он всем нравится. И мужчинам, и женщинам. Это необыкновенный подъём, это восторг. Всё делается легко, мир цветной, птичка поют, да, там, всё, даже если зима. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы это так было дальше. Ну что значит? Может, тогда другие отношения нужны. Надоел мне эта женщина, да? Ну я полюблю кого-нибудь другого, и у меня опять всё то же самое начнётся. Вот. Просто она, наверное, была неправильной женщиной, вот так думают. Если я другую найду получше, тогда, вот, в общем, всё будет нормально. Но действие гормонов, оно тоже вот столько же продлится. Ну, есть вариации, там, поменьше, побольше, да, зависит от обстоятельств всё-таки. Вот. Вот. Мне показалось очень интересным объяснение, почему считают так нужным. Потому что, помните, я сказала, что это физиологический процесс. Для физиологии главное, чтобы мы размножились. И считается, что вот эти три года, они вполне достаточно для того, чтобы достичь этой цели. То есть, люди встретились, полюбили друг друга, какие-то отношения там, да, сколько-то продолжались. Вот. Они зачали ребёнка, ребёнок родился, и за это время он же чуть-чуть подрос. Он же не совсем грудной, он уже может там ходить, да. Ну, за три года, да, там, допустим, ну, полтора года ребёнка. В принципе, уже нормально, да. Вот. Ну, как бы всё. Тело исполнило свою функцию. Поэтому нам больше не нужен гормон влечения и гормон вот этой непонятной химической влюблённости, которая отключает мозг. Да. Теперь нам нужно мозг включить, я поняла, да? Нет, ну, нет. Дальше тело рассуждает так. Я заинтересована не только в том, что я размножился, но для того, чтобы, как, знаете, с точки зрения эволюции, они говорят, чтобы обеспечить генетическое разнообразие. То есть, чем больше будет генетическое разнообразие, тем лучше люд русской развивается. То есть, давайте второго ребёнка. Другого, от другой женщины или от другого мужчины. А, вот это. Потому что всё уже. Вот это номер. Вот так вот, да? Ну, слушайте, ну, мы сейчас вообще сделали ход конём для любителей разнообразных женщин и мужчин, потому что это теперь для них железобетонный аргумент. Давайте как-то его опровергнем, я не знаю. Нет, ну, а здесь, понимаете, вопрос не в опровергнуть, а вопрос в том, мы живём как тело только, или у нас ещё какие-то есть функции, которые там душа нас что-то говорит, или дух говорит, что вообще-то есть посвящение друг другу. Если мы живём на уровне собаки, которой нужно размножиться, то, в принципе, как бы на уровне животным, то вот логика такая, да, ну, как бы ты перерос эти отношения, всё, больше не надо. Но если мы говорим, что мы люди сильно отличаемся от всё-таки животного мира, который чисто функционально подходит к этому вопросу, что у нас там есть какая-то культура, или у нас какая-то мораль есть, или мы можем хранить своё слово, например, да, и что мы хотим быть в отношениях брака на протяжении всей жизни, ну, тогда это не разговор о физическом, это разговор и о духовном тоже, потому что здесь требуются какие-то другие вещи. Но даже с точки зрения тела, да, это ещё не всё. А что вот дальше, что дальше происходит? Ну, вот закончилось действие вот этих двух озвученных вами гормонов. Что дальше? Да, ну, дальше. Ну, вот это тоже задают учёные, и говорят, что, может быть, это не всё, может быть, это только вот как бы бурное начало, там дальше что-то есть, да. Ну, и действительно что-то есть, потому что есть ещё два гормона, которые тоже дают нам чувство счастья. Вот. Но они просто по-другому работают, они не так работают, как вот предыдущие. Я жду, когда вы дойдёте до серотонина, потому что его, по-моему, съешь что-нибудь обязательно. Вкусное, хоп, серотонин. Вот. Но не только мы же про отношения говорим, не то, как добиться большое количество серотонина. Гормон следующий называется окситоцин. Он обеспечивает связанность между людьми. Вот. Он... Это чувство, что ты глубоко связан с этим человеком, у тебя есть много общего, вы друг друга хорошо знаете, вам друг другу хорошо. Вот это чувство, которое рождает вот этот гормон. У нас есть сообщение к предыдущим таким гормонам. А Никита пишет, а если искусственно ввести данные гормоны, возобновится ли яркое влечение к супругу? Ага. Ну, Никита, вы прекрасно думаете, вот, и все те, которые... Люди, которые тут это всё исследуют, они уже тоже начали изобретать. Вот, к частности, окситоцин, про который мы говорим, его впрыскивают, да, вот, ну, как бы в качестве спрея в нос для того, чтобы скорректировать какие-то вещи. Я думаю, что со временем всё это, конечно, может и разовьётся до какой-то фармакологии, что можно будет делать, но необязательно использовать медикаменты, чтобы чувство влечения к супруге, оно возобновилось, на самом деле. Вот, ну, мы поговорим про это сейчас, да, будем говорить. Значит, смотрите, вот эти вот какие-то животные гормоны у нас есть, но вместе с тем у нас гораздо более сложные есть некоторые механизмы. Вот этот гормон окситоцин, который рождает чувство связанности, и он, на самом деле, очень личный. То есть если предыдущие гормоны, они как бы на любой субъект потом начинают, ну, разонравилось, в другом начинают работать, то вот этот окситоцин, он человек привязывает к конкретному какому-нибудь человеку. И что порождает вот это чувство, что мы едины, да, что у нас с тобой большая история, что мы с тобой семья, мы с тобой вместе. Вот прикосновение, причём в буквальном смысле прикосновение. То есть чем больше люди друг к другу обнимаются, как-то выражают на прощание, они прикасаются друг к другу, встают, они там как-то целуются или что-то такое. Чем больше есть телесного контакта, тем больше вырабатывается этого гормона. Вот, дорогие мужчины, те, кто нас слушают, ваших жён нужно обнимать. Причём не обязательно это должно быть прелюдии, их просто нужно всё время обнимать. Всё время. Потому что вот эта связанность, она продуцируется из вот этого гормона. Часто так происходит, что женщина сначала обнимается с любимым, а потом вдруг рождается ребёнок, и с кем она обнимается больше всех? С ребёнком, конечно. Вот, понимаете, как бы и связанность тоже ведь работает, но только с другим. Существом. Существом, да. А с мужем-то всё равно нужно, чтобы это было. Поэтому вот это за то, чтобы были всякие прикосновения, рукопожатия, там, обнимушки и так далее. Не обязательно на публике, но они должны быть частью жизни семейной. Вопрос. Есть такое исследование, вернее, просто даже психологи это подтверждают, что дети, когда они видят, как родители обнимаются, или родители просто, ну, вот в обнимку так стоят, они бегут и не с краешку, а прямо в центр этих объятий, чтобы вот в это... С двух сторон. Да, с двух сторон их обняли, чтобы в это семейное такое поле объятий войти. Это связано как-то с этим гормоном? Именно у детей, я имею в виду. Ну, конечно. Все хотят его больше. Поэтому дети просто это интуитивно чувствуют. А сколько раз дети ложатся посреди родителей, это там родители спят, он пришёл, лёг посередине, отодвинул их к краям и занял. Всё, 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 с плацдармом, да? Это сплошь и рядом получается. Потому что дети хотят, но они любят каждого из родителей здесь, в данном случае, неважно, какие там у них с ними отношения, конечно, дети хотят быть в этом поле, однозначно. Вот. Но ещё есть некоторая особенность, что у женщин наибольшее количество этого гормона выделяется, если она испытывает оргазм, да? То есть получается, что вот у женщин дополнительная ей поддержка, потому что для женщины важно чувствовать связанность, чувствовать, что вот они одна семья, чувствовать, что мы вместе. То есть вот эти вот очень вещи важны. Поэтому вот, ну, здесь простой рецепт, очевидный. Придумайте какие-то способы, как вы можете что-то делать между собой, как супруги. И бывает очень грустно, когда, например, приходят супруги, которые уже друг к другу не касались там годами. Это очень много говорит об их отношениях, да. Но тем самым они эти отношения делают дефицентными. То есть недостаток этого гормона, он и рождает чувство отчуждённости, чувство, что, ну, вот, что-то не то у нас идёт. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира – 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Продолжаем эфир с Татьяной Горбачёвой. Тема эфира «Счастливы вместе». Говорим о том, что же заставляет человека быть счастливым. Пишет нам сегодня Артём из Эстонии. Добрый день, милые дамы. Вопрос как раз почти по теме. Я решила жениться по уму. Есть избранница. Но у меня возникает «физиологический процесс» по отношению и к другим женщинам. Как быть честным по отношению к супруге и направлять мои интересы на неё? Ну, здесь, наверное, очень хорошо, что он у вас возникает, потому что это нормальная мужская реакция просто на женщину. Поэтому мы говорим о том, что тело реагирует на тело. И когда мужчина видит обнажённое женское тело, у него все реакции должны быть на месте. Другое дело, что мы… Прежде всего, просто понимать, что вы не будете специально провоцировать ситуации с другими женщинами. То есть какой-то контакт определённый с женщинами у вас будет на дистанции. То есть оставаться с ними в тёмном помещении наедине, когда у вас реакция появляется, вы не будете. Ходить по ночным клубам или водить других женщин в кафе со свиданиями вы тоже не будете. То есть вы просто себе ограничиваете такое поле, в котором у вас эти реакции бы не возникали. Они же не возникают, когда на работе что-то, я не знаю. Вы обсуждаете с пеной у рта график роста прибыли за четвёртый квартал. Ну, там вы сосредоточены на совсем другой работе. Ну, и это вопрос уже не физиологический, это вопрос вашего посвящения другому. И если такие реакции какие-то будут возникать, и они не только как бы вот просто… Вы смотрите на женщину, она вам понравилась. Иногда же будет чувство влюблённости приходить, чувство какого-то влечения, когда вот этот гормон вам джиха будет там говорить, о, я могу её завоевать, всё, помчались. Ну, вы будете думать об этом и говорить, что ну, я не буду эти мысли в себе порождать, да, и молиться о том, чтобы это влечение проходило. Как правило, с этим искушением вполне можно справиться, да, и все желания уже направлять по отношению к своей супруге. Но для мужчин ещё есть такой момент, что не мечтать о других женщинах, потому что в голове тоже много чего происходит. Мечтать только о своей супруге, да, но если там есть какие-то необходимости, которые нужно вашей супруге сделать, например, чтобы она выглядела более привлекательной, ну, то можно с ней об этом очень аккуратненько поговорить. Ну, главное, чтобы Артём, наверное, сейчас услышал, да, что первоначальная такая реакция на женщину – это нормально, чтобы человек потом в 35 лет не страдал, извините, да, импотенции и так далее. Да, ну, это реакция тела, да, она, ну, у нас всякая бывает реакция тела, да, но мы, я и говорю, тем мы отличаемся от животного мира, что мы всё-таки как-то властвуем над тем, как там в бытии сказано, что вот у тебя грех, вот он при дверях, но ты властвуй над ним. Да, вот, ну, искушение, измены с другими женщинами, оно будет всегда, пока будут вокруг другие женщины. Но вы либо ведётесь на это, либо вы говорите, я знаю, что это может произойти. Вот вы говорите всегда, я тут вспомнила недавно, я знаю пару, где соседка 64-х лет увела дедушку 75-ти, у бабушки, которая тоже была там 64 или 65, вы понимаете? Я понимаю, нешуточные страсти. До конца жизни просто это всё будет с вами, поэтому нужно учиться просто этим понимать. Ну, она ещё может отбить её, этой бабушке вернуть дедушку себе. Потому что после... У нас средний возраст жизни мужчин не очень высокий, да? И вот после 60 лет дефицит реально мужчин. И начинается вот эта конкурентная борьба такая, прям даже не как в молодости, а более жёсткая за дедушек. Так что берегите ваших дедушек и мужчин, чтобы они жили дольше, были здоровы, чтобы у них все физические реакции были на местах, да? Но вместе с тем, чтобы они были посвящены и умели контролировать этот вопрос. Но искушение и похоть, они... Похоть очей, да, гордость житейская, ну, это сопровождает человека. Но со временем мы просто учим, что с этим можно делать. Больше времени проводите со своей супругой. Пусть у вас будут хорошие сексуальные отношения. И тогда все остальные, скажем, такие побочные влечения, они не столь сильны, что прям нельзя с ними совладать. Но вернёмся к теме эфира. Итак, мы разобрали уже три гормона. Первый — дофамин. Второй, я его не выговорю, этил, что-то там такое. И третий — это окситоцин, который отвечает уже за связь. То есть мы подобрались к отношениям уже тесным между двумя человечками. Ну, так вот, да. Окситоцин — это тот, который вспрыскивали и говорили, что люди доброжелательные становились, что помогали друг другу. Вот придумали такой способ. Если не изнутри, то хотя бы медикаментозно. Вот. И это то, что мы можем намеренно в себе развивать. И вот в тот момент, когда, допустим, уровень дофамина у нас падает, когда у нас уровень второго гормона тоже падает, у нас накопительный эффект срабатывает с прикосновением. К этому времени у нас уже должно быть достаточно много этого гормона выделяться. Вот. Но если мы всё-таки дружим, если мы проводим время вместе, если мы касаемся друг друга, да, есть ли у нас такая хорошая супружеская жизнь. Ну, и третий, этот, и четвёртый гормон — серотонин, он в честь заблагополучия. Это чувство уравновешенности, что мне легко с этим человеком, чувство доверия, чувство надёжности. То есть вот этот серотонин такое чувство даёт. И опять же он нарастает по мере развития отношений, там, времени, каких-то удовольствий, которые вместе люди получают со временем. Поэтому вот есть такой критический момент. Психологи говорят, это четвёртый год жизни. Человек ощущает, что отношения стали не те. Он иногда что-то формулирует, что я больше не люблю своего супруга. Вот, что всё, наша любовь себя изжила. А на самом деле это то, что первые два гормона уже стремятся к нулю, да, а вторые ещё недостаточно наработались. Получается, смотрите, как это всё связано. Какое-то время назад мы говорили о кризисах в семье. Да. В том числе кризис как-то полтора или три года отношений. Вот он результат, получается. Ну, это химическая сторона этого кризиса. Да, да, интересно, как это всё связано. Вот, ну, кто-то мне задаёт вопрос, а что, значит, получается, мы как невольные существа, которые гормонами там руководятся. Ну, вовсе нет. Вы можете, понимая, что у вас происходит, вы можете решать, вы каких гормонов хотите себе. Да, и если вдруг выстреливает это во время какого-нибудь корпоратива дофамин вместе с интересной какой-то секретаршей, которая появилась, но вы можете понимать, что это просто вот чисто физическое влечение, нужно его остановить. Да. Кстати, о секретаршах. У нас есть сообщение как раз на эту тему, нам написал Александр. Здравствуйте. Один знакомый, который в браке уже много лет, дал такой совет из собственного опыта. По весне наши женщины на работе одеваются всё легче и всё свободнее, а по пятницам у нас в офисе день без дресс-кода, когда все могут одеваться, как хотят. Так вот, мы с женой договорились, что будем наносить предупреждающий удар. Каждую пятницу перед тем, как идти на работу, я провожу время в интимной близости с женой. Прямо утром, часов в шесть или в семь. Перед работой. Да, да, да. Подготовка. Предупреждающий удар. И знаете что? Помогает замечательно. Ни на кого внимания уже не обращаешь. Ну да. Ну, собственно говоря, Библия нам говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Не уклоняйтесь. Как бы, ну, вы должны чувствовать друг друга достаточно близко, хорошо. Но есть времена, когда там, да, пустая молитва. Вот сейчас у нас страстная неделя. Многие постятся. Да, ну, это по согласию. Но вообще-то говоря, вы должны чувствовать друг друга. И вы должны, ну, могу я так сказать, просто удовлетворять друг друга. Чтобы не было вот этой потребности, выливаемой на кого-то другого. В том числе секретарш, которые повеснеют, как бы, начинают все легче и легче одеваться. Если люди друг с другом в хороших отношениях, если они не собачатся, если у них регулярные сексуальные отношения, ну, они не ищут по углам, где там кого поймать. Вот. Ну, просто так работает. И еще я должна сказать, что вот серотонин, который благополучие, вот такой вот, да, он работает как бы, как антипод дофамина, который восторг, ну, они просто друг другу противоположны. Поэтому, когда вот дофамин начинает падать, вот чувство благополучия, как бы, нормальности, утрестенности, оно естественным образом начинает нарастать. Спустя, какое-то время ты ценишь в отношениях больше стабильность, чем вот эти эмоциональные всплески. Совершенно верно. Вот есть люди, которые любят вот такие острые переживания, да. Я полюблю цыгана. Он то пришел, то ушел, да, то там избил, то полюбил. Что за мазохизм какой-то? Нет, ну вот, и когда мы говорим о том, что люди любят вот это вот ощущение остроты, вот, да, вот, но это вот действительно первая такая фаза отношений. Но если ты в этом живешь 10 лет, ты уже так устал от этой вот постоянной нервы и встряски, что ты не знаешь, что ты... Ну, я, кстати говоря, здесь сказала, вот, я имею в виду натуры такие, не обязательно какой-то национальности, ну, просто такие люди, которые неуравновешены, да, иногда психически неуравновешены, настолько устают от этих отношений, что они хотят, ну, просто вот спокойно жить. Так, а правильно, серотонина-то нет, а он должен уже появиться? Да, да, вот, ну, вот получается, что вот эти все гормоны, они одни другого компенсируют, там у нас вплещутся внутри, выделяются определенными органами. И тем не менее люди задают вопрос, а можно вот совместить все-таки вот романтические всякие вот эти вот чувства и чувства благополучия? Ну, и говорят, что да, конечно. То есть действие одного гормона вовсе не исключает действие другого. Но для этого в жизни должна быть романтика, должны быть какие-то сюрпризы, приключения, которые переживают супруги вместе. Например, вот берут и едут они на самокате утром, да, с одной стороны Москвы, на другой стороне Москвы. Ну, это же приключения, это классно. Эта тема сейчас раскрыла секрет, да, это наше утро сегодня было. Я в таком восторге, вернее, как эмоции положительно-отрицательные, потому что в метро все-таки с ним неудобно. Но просто сам факт, вот представляете, вы вышли оба на самокатах вдвоем, люди на вас смотрят, и вот когда ты один едешь, ну, один-един, а тут именно пара. И взгляды такие, ну, не восхищение, нет, а вот, ну, улыбаются люди, потому что вот она пара, и такая связь, на самом деле, чувствуется. Невероятно. Да, да. Поэтому, ну, это не единственный способ, на самом деле. Можно взять лошадей, да, и мчаться на работу. Я жучу ужас, конечно. Кто-то на велосипедах ездит, кто-то на роликах ездит, кто-то идёт в какие-то, я не знаю, путешествия. Да даже поход в кино. Поход в кино. Самое элементарное. Но вот заметьте, должен быть сюрприз. Вот должна быть какая-то неожиданность. Помните, вот дофамин, он любит таинственность, какую-то погоню, какая-то вот должна быть какая-то интрига здесь. Ну, напишите своей девушке, сегодня в 7 часов вечера жду тебя вот там-то. Да. Оденься вот так-то, чтобы она понимала хотя бы ранг. Потеплее. Будет дождь. Чтобы ранг мероприятия или ещё что-то. Вот она в 7 часов приезжает, восторженная такая, потому что она не знает, что же там будет. А вы там ей билеты в кино на классный фильм после работы или приглашение в какое-нибудь место, куда она давно хотела сходить. Я не знаю, музей, выставка, ресторан. Что-нибудь. Восторг и счастье. Ну да. Ну, и романтические отношения. И опять же, вот романтические отношения, это, конечно, какие-то, ну, по крайней мере, дружеские прикосновения, да, какие-то обнимушки, какие-то вот, ну, такие хорошие чувства, что укрепляют вот эти отношения, это гормоны зрелой такой любви. Вот. Поэтому, в принципе, на протяжении всех, всей истории отношений можно быть счастливыми, да. Но это счастье переживается все-таки немножечко по-разному. Сердцу не прикажешь. Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации и в том числе полный архив наших передач. Итак, продолжаем разговор «Формула семьи» в студии Эльвира Чепенко и Татьяны Горбачёва. Мы сегодня говорим на тему «Счастливы вместе». Почему же всё-таки люди счастливы быть вдвоём? Как это происходит? От чего это зависит? Какие гормоны сопривождают? Какой возраст отношений? Следите за эфиром, чувствуйте связь. Надеемся, что это вам поможет. Да, но если возвращаться с начала передачи, что если у вас уже давно брак, да, и вы уже немножко подустали друг от друга, то можно придумать что-то такое интересное. Представьте, что какая-то новая сфера жизни, сфера отношений началась. На самом деле, очень часто люди переживают новую границу отношений, когда дети вырастают или хотя бы становятся чуть-чуть побольше. Вот я хотела как раз задать вопрос, потому что так или иначе, я не знаю, насколько это верно, это моё предположение, что когда дети маленькие, окситоцин всё-таки хотя бы вот так сквозь детей, вот есть что-то связущее. А тут вот дети выросли, это прошло, допустим, 20 лет брака, да, 18-20 лет брака, и пустота, потому что первых двух гормонов нет уже лет 15, если не больше, а вторые два, они всё время как-то были через детей связаны, непонятны. Что сейчас делать таким парам? Ну вот, мне кажется, первое, нужно избежать ошибки, что новый человек всё по-новому перепишет истории. Ну как бы здесь всё действует будет то же самое. Вы просто поменяете, кто-то мужчина говорит, я хочу помоложе там или ещё что-то, женщины всегда очень обижаются на эти такие вещи, потому что возраст она не может изменить, да. Тем не менее, в принципе, вы можете продолжать и с таким же успехом строить по-новому отношения с вашей супругой. Ну, эту интригу нужно будет создавать, да, ну, придумайте себе что-нибудь. Кто-то, например, переезжает в другое место жительства, кто-то покупает там дом, загород или ещё что-то придумывает, у них начинается новое обустройство, заводит себе кошку, там, или ещё какое-то, ну, начинается новая фаза жизни семьи. Кто-то меняет работу, ну, или открывает какое-то новое увлечение. У меня есть знакомые, которые вдруг вот в середине своей жизни начали рисовать оба, да, теперь они уезжают куда-то на какие-то пленеры. Ну, я не очень это понимаю, да, но я понимаю, что это хорошо, это что-то, ну, что их объединяет, да, это что-то, о чём могут говорить, да, вот этот мазок у тебя получился просто великолепно, или так далее. То есть начинаются какие-то новые вехи в их отношении, и у каждого из вас сейчас, радиослушателей, есть возможность подумать, что бы это могло быть такое. Новое – это не обязательно другой человек, и очень часто, если это оказывается другой человек, то очень много боли возникает по отношению с детьми, по отношению с предыдущим супругом и так далее. А самое главное, представляете, через год вот этот новый человек, гормоны там тоже все уже закончат играть, он исчезнет из вашей жизни, и вы так сядете, посмотрите назад, и вы поймёте, что просто 20 лет жизни с человеком, 25, и у всех по-разному, на весах, и вот этот год непонятно чего, а всё, а прошлое уже не вернусь. Да, и есть такая штука, которая мешает нам восстановить отношения, она «Гордость» называется, да, пойти и сказать «извини», вот я был такой неправой вообще, редко случающаяся вещь. Ну, статистика говорит, что 80% вот этих новых отношений, которых снесло голову, в течение года они разваливаются, то есть вот вы можете разойтись со своей супругой по причине вот этой внезапно вспыхнувшихся чувств. Вот именно этих, да, и они пройдут, да, и оказалось, что теперь не достучаться не до своих детей, да, с супругой восстановить очень сложно что-то, а ради чего это было сделано? Ради вот этого вот непонятного состояния, вот это действие дофамина часто сравнивают с действием кокаина, вот такое же вот обольщение, какой-то вот этот вот восторг, который вот, ну, не как бы чрезмерный, да, то есть надо взвешивать, взвешивать в том числе и риски. Проблема в том, что когда человек находится в влюблённом состоянии, как бы у него эта функция притуплена, поэтому лучше для себя какие-то прописать рецепты, что мне нужно делать, если это наступило. А если у такой семьи, вот, в которой дети выросли, ну, скажем так, ну, полный разлад, то есть они не могут сойтись даже в том, чем им заниматься, ни рисовать, ни загород, ни ещё что-то. Вот в пределах наших бетонных коробок, да, в пределах наших квартир можете посоветовать, как изменить подход друг к другу, чтобы возобновить, если хотя бы не первую фазу, то вторую? Ну, здесь очень сложно давать советы такие обобщённые, да, но я не скажу, наверное, ничего нового, друзья. Нужно уважать этого человека, да, и вообще говоря, хорошо про него думать. Вот это та основа, с которой можно начинаться какое-то изменение. Часто люди к этому времени приходят с таким грузом, с таким багажом боли и обид друг на друга, что вот происходит, знаете, когда мы чувствуем боль, мы демонизируем человека, который её произвёл, что они друг друга видят, как каких-то вообще совершенно людей отвратительных, ужасных, и хуже их просто жить невозможно. Ну, здесь нужна серьёзная такая практика прощения друг друга, прежде чем что-то новое может выстроиться. Это сделать всё можно. Есть большой багаж хорошего опыта, несмотря на плохой опыт, который может помочь в этом. Но вместе с тем, возможно, всё. И здесь коробки как бы совершенно не являются препятствием. Столько людей сейчас ездят куда-то отдыхать, я не знаю, занимаются всеми видами спорта, танцуют, поют, с палками ходят, бегают в парк. Здесь, ну, это не вопрос денег и не вопрос коробок. Вопрос, чтобы быть человеком, который развивается не только до 20 лет, но он развивается там и в 50, и в 70, и быть человеком, с которым интересно. Вот если вы такой человек, то, ну, как большая вероятность, то, что у вас будет счастливая супружеская жизнь также. Хорошо. Последний у меня вопрос, наверное, в этом эфире, что происходит в старости с гормонами. Они вот всё так же плещут, на примере вот этой бабушки, которая отбила дедушку у другой бабушки. Я не могу без смеха это вспоминать. Представляете? Но вот мы в 20, там, в 25 думаем о том, встречаться, не встречаться. Тут люди в 65, 75 встречаться начинают. Но здесь, мне кажется, вот в плане физиологических процессов они все так же происходят. Единственное, что просто сил становится чуть меньше. Вот, ты, может, и хотел бы отбить всех девушек на этаже. Этой сил не хватит. Ну, просто это же достаточно большое количество энергии, которая... Ну, я знаю, что вот во всякого рода учреждениях, особенно на заграницах, они распространены для пожилых людей. Там люди женятся, там люди вот... Ну, кроме того, что там есть чувства, там еще, знаете, такая есть нотка, которой, может быть, нету в 25-30 лет. Хочется не остаться одним, вот, в пожилом возрасте. Хочется, чтобы рядом с тобой хоть кто-то был. Поэтому люди, наверное, гораздо более реалистичные, по уму в это время вступают в браки. Ну, и тогда, получается, как это? Ну, не претензии, а пунктов таких, их гораздо меньше. Конечно, дедушек нет вокруг. Какие пункты, Эльвира? Даже вот у соседей воруют там дедушек, чтобы хоть как-то... Вот, потому что очень одинокая жизнь, тем более, когда человек ощущает, что он, ну, не все может контролировать, да, тяжело уже становится что-то делать. Конечно, хочется, чтобы был кто-то рядом, кто бы помогал с кем вместе проводить время. И в этом плане ожидание, что быть вместе с кем-то, оно еще нарастает, вот. Потому что антипод – это вот такая одинокая старость, которая вот, ну, очень много лишений здесь. Вот, поэтому, мне кажется, ну, вот так мы сделали, что мы можем быть счастливыми на протяжении всех наших историй. Пока мы ищем того человека, которого мы любим, да, которого мы будем любить. Это поиск, он такой, поиск с интересом. В 20-30 лет люди смотрят, так, на ком же мне жениться, за кого же мне выйти замуж. Вот, это время такое интересное, время приключений, время, с другой стороны, ну, выбор своего какого-то, интересно, что для меня является более ценным. Когда мы начинаем строить отношения, тут нам гормоны в помощь, да, и тут, чтобы преодолеть наши какие-то эгоистические направленности. Ну, а позже мы учимся дружить друг с другом, учимся помогать друг другу, обнимать даже, когда не очень это хочется. Ну, и эти гормоны, вот, более поздней любви, они нам помогают оставаться счастливыми и любить друг друга на протяжении долгих лет жизни. Поэтому мне хочется, чтобы вы подумали о своём состоянии, вы сейчас в каком находите, какие гормоны у вас сейчас играют и что они вам говорят, да. И, ну, как-то хочется, чтобы мы не жили на уровне только тела. Хочется, чтобы какие-то духовные вещи, нравственные вещи, они превалировали всё-таки, чтобы мы учились управлять теми процессами, которые в нас есть, знать их, да. Ну, а когда мы предупреждены, когда мы понимаем, что вдруг неожиданный всплеск эмоций в вагоне метро от того, что девушка вдруг одета слишком по-весеннему, ну, это нереальная угроза нашим семейным отношениям. Ну, и вели себя соответствующим образом. Поэтому мне хочется, чтобы вы были счастливыми и чтобы это ваше счастье, оно играло разными красками. Чтобы в нём была романтика, чтобы в нём была дружба, чтобы много-много труда связано с воспитанием детей. Оно всё это такое создавало прекрасный букет, и на вопрос того, счастливы ли вы в вашей супружеской жизни, вы могли по-настоящему сказать, да, да, я очень счастлив. Наш эфир подходит к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Тема эфира была счастлива. Вместе мы надеемся, что мы ответили на вопрос, что же такое счастье для человека, как оно формируется, по крайней мере, с точки гармонии.